И тему своего доклада я сформулировала кратко, но ёмко, как мне показалось, от градостроительства к градоустройству. Почему так? Мы видим на этой картинке, собственно, наше идеологическое представление, что же такое система планирования. Можно назвать одним привычным словом – генеральный план, но это очень условно, потому что к этому мы подойдём. Отдельно взятый генеральный план сегодня, не побоюсь опять же сказать, не работает и не нужен. Но к этому мы подойдём более детально. Начинаем, я уже упоминала о послании президента, и вот сюда как девиз, как цель его сюда обозначили, я его зачту. Это дословные слова. Все проекты, приоритеты, пространственное развитие, заметьте, на первом месте. Инвестиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, молодёжи – всё это призвано работать на одну стратегическую задачу – прорывное развитие России. Вот это самое главное. И когда мы с вами планируем развитие регионов, городов, других поселений, мы, конечно же, должны заботиться обо всех отраслях и говорить о том, что градостроительное планирование, градостроительное проектирование – это деятельность внутри только департаментов архитектуры и строительства – это заблуждение. Такого не должно быть, потому что нашими документами мы в первую очередь должны обеспечивать развитие всех направлений. Всех абсолютно. Здесь ещё не указано отдельно жильё, но, как само собой, видимо, разумеющееся, видимо, здесь президент включил это в общее инфраструктурное понятие. И от программы комплексного развития, от стратегии социально-экономического развития, мы последовательно на каждом этапе, в каждом поколении следующего принятого решения и приближаемся к той ситуации, когда понимаем, как именно будет сбалансировано развиваться все направления. Вот они здесь указаны. И физическая культура, и спорт, здравоохранение, культура искусства. То есть это, по сути, структура департаментов администрации города. Вся деятельность всех департаментов, она сбалансирована, как сказать, образовывается из, ну, будем говорить, генерального плана, потому что это одно слово, привычное для нас всех. А теперь уже последовательно я расскажу об элементах системы управления развитием территории. Мы это уже стараемся называть элементами системы градоустройства. Почему градоустройство? Это я уже сказала. Мы не строим город, мы устраиваем жизнь в городе. И вот это ключевое отличие. Первый элемент – это стратегия социально-экономического и пространственного развития. И я убеждена глубоко, что уже в этом году такое решение будет принято. В стенах Министерства экономического развития в настоящее время разрабатываются методические рекомендации по подготовке муниципальных стратегий социально-экономического и пространственного развития. Именно здесь в стратегии должны определяться основы, структурные основы пространственной организации города. Это и транспортно-планировочный каркас, это экономический каркас, это экологический каркас. А дальше и здесь же, что самое главное, нужно научиться заниматься планированием стратегическим с тем, что результатом стратегии, конечно, должны быть не простые слова – углубить, повысить, улучшить, а должны быть определены целевые показатели, выраженные понятными характеристиками, как количественными, так и качественными. Следующий документ, сегодня он называется «Нормативы градостроительного проектирования». Тоже вот ключевая проблема зарыта вот в этом слове – градостроительного проектирования. И очень часто на территориях воспринимают этот документ с моей точки зрения глубоко ошибочно. Это не норматив проектирования. Суть этого документа состоит в нормативе обеспеченности человека качеством среды. Поэтому этот документ, он самый ключевой, он переходный элемент от стратегии к генеральному плану. То есть это норматив обеспеченности инфраструктурой региональными и местными объектами, объектами социально значимыми регионального и местного значения, распределения согласно полномочий. И суть этого документа – определить качественные и количественные показатели обеспеченности и доступности. Дальше мы переходим к генеральному плану. Генеральный план он размещает на территории, согласно стратегически определенной планировочной структуре. Он уточняет функциональное зонирование и с привязкой к каждой функциональной зоне размещает соответствующие объекты. Далее мы подробно по каждой системе поговорим. Дальше. Проект планировки и межевания территорий общего пользования, в том числе уличнодорожных сетей. Мы решительно настаиваем, что именно это, следующий за генеральным планом документ, роль этого документа – отделить публичное от личного, определить границы территорий общего пользования, сформировать земельные участки, объекты недвижимости. Именно те объекты, за устройство которых отвечает город своим бюджетом. Если мы не определили объекты, чем мы можем управлять? Это просто невозможно. Следующий документ – это программа комплексного развития. Я, опять же, решительным образом ставлю здесь одну программу, подразумевая программы инфраструктурного развития как подсистемы единой комплексной программы развития инфраструктур. Сегодня мы знаем, немножко не так. Дальше правила благоустройства. Правила благоустройства нормативно закрепляют ответственность города за обустройство территорий общего пользования. И дальше правила землепользования и застройки. Это уже градостроительный регламент по отношению к территориям приватного назначения. И приоритетные проекты. Ну, на сегодня два известных – доступное жилье, комфортная городская среда. Чтобы обеспечить взаимную согласованность всех элементов, мы создаем в каждом элементе информационные ресурсы, которые сформируют базу данных для целей управления, обеспечив согласованность каждого из элементов, обеспечив возможность получения необходимой аналитики, мониторинга и своевременного внесения изменений. Ну, например, в стратегии – это фактическая расчетная численность населения, это целевые показатели, как я уже говорила, выраженные в конкретных цифрах. Нормативы, расчетные параметры обеспеченности доступности, генеральный план, границы населенных пунктов, функциональные зоны, объекты местного и регионального, в том числе значения, размещенные в пространстве генерального плана. Проекты планировки, красные линии, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства и так далее, и так далее. Программы комплексного развития также имеют свои ресурсы. Именно ресурсы на уровне принятия решений. Мы знаем, что в процессе подготовки каждого из документов – это большие исследования, это глубокая аналитика. Но в результате мы принимаем решения, которые позиционируются в пространстве и обладают определенной семантикой. Именно эти ресурсы формируют обобщенную базу пространственных и иных данных для цели управления развитием территорий. Теперь мы поговорим о том, а как же все это возможно использовать для повышения эффективности существующих систем управления развитием территорий. Прежде всего, за счет комплексности градостроительных решений и определения стратегических целей на основе городских ценностей и исходя из финансовых возможностей. Рассматриваем каждый элемент поочередно. Стратегия социально-экономического и пространственного развития. Здесь детально расписаны основные позиции стратегии. И здесь пример приведен, каким образом в стратегии закладываются основы пространственного развития. Это пример города Евпатории. Именно в стратегии, если мы не заложим основные направления именно в пространстве, мы не поймем просто, каким образом можно обеспечить достижение таких целей. Я читала и такие стратегии, которые говорили о необходимости развития малоэтажного строительства, об освоении огромных территорий. А когда мы пришли, почитали эту стратегию и приступили к генеральному плану, а оказалось, нет территории. Зажата территория существующего города, она вся находится в системе ограничений, не допускающих никакого градостроительного освоения вширь. Но стратегии, видимо, не посмотрели на это. Они подумали, вот модно сегодня горизонтальные города, вот было модно вертикальные, повсеместно по всей стране в генеральных планах было заложено уничтожение существующей частной индивидуальной застройки, мы должны быть городскими, высокими, модными такими городами. То есть нужно все-таки смотреть на ту ситуацию, которая есть, на те возможности, которые есть на этой конкретной территории. Какие мы можем развивать сферы экономики, где мы формируем центр, где мы складываем систему рекреации, пешеходную инфраструктуру, что очень сегодня важно. Это все вопросы стратегии, стратегии социально-экономического и пространственного развития. И, как я уже немножко говорила, нормативы градостроительного проектирования. Исходя из стратегических целей, опять же можно привести пример. Многие говорят, и многие вообще переписывают своды правил. Там же все есть, там все таблички. А при чем здесь город? А именно город определяет. Есть полномочия, есть вопросы местного значения. Ну, например, образование. Школьное, дошкольное, дополнительное. Город определяет, олимпийского ли чемпиона ему воспитать, чтобы прославиться всем городом. Выйти, например, на мировую арену. Вот в свое время Ханты-Мансиск поставил себе задачу шахматных чемпионов вырасти. И вырастил. И создал эту школу с привлечением, вот все путаю, то ли Карпова, то ли Гаспарова. Но кто-то у них под трон. Да. То есть город поставил цели по нескольким вопросам стать первым. Вот прославиться, чтобы этот город узнали. И вся страна действительно знает вот этот город под названием славным Ханты-Мансиск. А можно пойти другим путем? А можно сказать, мы боремся здесь за человека? Мы не хотим... Наш город и так известен. И так он давно на карте. Но мы не хотим, чтобы молодые люди покидали этот город. Мы хотим, чтобы здесь воспитывались, не выращивались, а воспитывались дети, становились талантливыми, образованными. Мы должны создать здоровыми. И если мы поставим задачу, значит что? Значит мы должны особое внимание, особое бюджетное внимание уделить дошкольному, школьному дополнительному образованию. И поставить такой высокий норматив. И дать такую доступность до этих объектов. И что тогда происходит? Тогда таких объектов значительно больше станет. И законодатель сегодня позволяет принимать такие решения. И тогда уже это отражается на структуре администрации города. И тогда департамент образования уже может быть, ну, в отличие, допустим, от какого-то мифически существующего, там в пять человек он может стать двадцать пять человек. То есть это будет основное приоритетное направление. Это связи. Генеральный план. И генеральный план. Вот теперь-то мы понимаем, как делать этот генеральный план. Мы понимаем, сколько, каких, где объектов должно быть размещено на территории города. То есть цели определены, показатели определены. И что хотела еще сказать про нормативы. Категорически неверно, когда мы определяем этот норматив, ну, на какую-то мифическую, длинную, далекую дату. Обязательно этапность достижения. Обязательно, тоже упустила немножко, но это формируется здесь, в самом начале генерального плана. Мы формируем опорный план жизни устройства. Вот так мы его называем. То есть он полностью идентичен генеральному плану, но на сегодняшнее состояние. Это планировочная структура, это существующее функциональное зонирование по общим признакам и существующие размещенные объекты местного регионального значения. Мы автоматически сегодня умеем считать обеспеченность по каждому элементу планировочной структуры. И тогда, когда мы закладываем реализацию поэтапного приближения к тому нормативу, который поставили себе за цель, мы сможем обеспечивать мониторинг. И можем, ну это дальше мы пройдем, практически ежегодно корректировать инфраструктурное развитие. Почему корректировать? Генплан вот в таком состоянии, то есть постоянно стратегия, постоянные каркасы, постоянные цели, а способы достижения, скорость достижения, она корректируется в зависимости от существующего развития, от существующего движения городского, которое запланировать сегодня мы с вами не можем. Нет сегодня горплана единого. Сегодня инвестор, сегодня собственник. И если мы с вами запланировали инфраструктурное развитие на Западе, а инвестор пришел на Восток, извините, не инвестор должен бежать за обещаниями городскими, а город должен настроиться, подстроиться, создать условия, создать все возможности. И вот тогда будет продуктивный диалог, диалог, развитие, взаимно согласованное для того же человека. А человек у нас, он сегодня чиновник, он вечером отец, он потребитель, он учитель, он все, он многогранен. Поэтому и система управления не может быть простой. Я всегда говорю, город сложный. Организм сказать сегодня пока опасаюсь. Я напомню, как определил организм Карл Маркс, что такое вообще организм. Когда мы можем назвать какой-то комплекс организма? Тогда, когда он способен к самовосстановлению. Как человек заболел гриппом с таблетками неделя, без таблеток там 8 дней. То есть и когда город научится жить сам, самовосстанавливаться, вот тогда мы сможем так сказать. Дальше. Проект планировки. Я не про все говорю. У нас еще будет много времени, но я так чувствую, если я буду про все говорить, то совсем злоупотреблю. Это будет неправильно с моей стороны. Проекты планировки и территории общего пользования. Я, в общем-то, рассказала уже эти сути. И это также это каркас для действий. Это регулятор правоотношений в первую очередь. Красные линии – это наше все, которое должно быть неподвижно, максимально, только в исключительных случаях. Это очень тонкий вопрос. Многие ставят сегодня и просят внести изменения в законодательство, чтобы можно было ускоренным порядком вносить изменения в красные линии. Очень серьезный вопрос и требующий глубинных проработок, потому что мы знаем, проект планировки подвинул на два метра, может полететь вся конструкция. Это, конечно, не следует допускать. Ну и, конечно, формирование земельных участков, земельных участков общего пользования, муниципальной собственности. Тогда внятность управления и в части озеленения, и в части благоустройства, и, скажу больше, в реализации национального проекта по формированию городской среды. Где мы сейчас ее формируем? На основе чего? Какой двор благоустраиваем? Какой сквер? Это вопрос большой, тяжелый, и опять у нас, как всегда, запустили проект по всей стране, а думать будем потом. И потом у нас под благоустройством начнем теплотрассы копать, когда на следующий год у нас приоритетный проект ЖКХ будет, да? Исключительно потому, что сети, потому что взрывы, и совсем их не столько в стране, сколько мы видим по телевизору, к сожалению. Так, почему-то не совпадают у меня картинки. Ну, ничего страшного. На самом деле этот слайд называется комплексная реализация инфраструктур, и здесь мы как раз показываем, почему должна быть одна целостная программа развития транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Взаимно согласованность должна быть. Сегодня, к сожалению, не так, как я уже сказала, вот здесь перечислены нормативно-правовые акты, определяющие требования к разработке программы развития коммунальной инфраструктуры, транспортной и социальной. Я глубоко изучила этот вопрос, и ни один из нормативных актов не говорит о том, что программа должна однозначно соответствовать решениям генерального плана. Хотя основной смысл генерального плана это именно развитие инфраструктуры. Почему? Кто не досмотрел? Непонятно. Мы знаем статью в Городостроительном кодексе, не работающую, и в ближайшее время эта статья будет удалена из Городостроительного кодекса как не сработавшая. Не помню, конечно, номера ее, для этого есть специальные люди, но статья, норма, говорит о том, что при принятии генерального плана программы должны быть откорректированы, приведены в соответствии с генеральным планом в течение 5-7 месяцев. И наоборот, генеральный план должен приведен быть к программе спустя 5 месяцев, если программа не соответствует генеральному плану. То есть мы допускаем несоответствие всего любого из элементов. То же самое можно сказать и по отношению к правилам землепользования и застройки, что я считаю грубейшим нарушением, просто разлагающим общество. Но здесь об инфраструктуре. Если мы планируем школу, мы понимаем, что именно в этот период должна подойти дорога, именно в этот период, которая предусмотрена программой развития транспортной инфраструктуры, именно в это время должна подойти к школе теплотрасса, а не в другой какой-то момент. сегодня даже проверить, так как все эти программы разрабатываются без единой системы требований, это не единая электронная база данных, совместить постоянно меняющиеся документы, проверить их сопоставимость практически невозможно. правила землепользования и застройки, как мы уже говорили, определяют градостроительный регламент по отношению к использованию территориальных зон. Что такое территориальная зона? Как она зависит от зоны функциональной, которые определяются в составе генерального плана? Есть ли определенная установленные отношения также не существует? Территориальные зоны вот они то ли так, то ли эдак. И есть две нормы, которые приводят в состояние когнитивного диссонанса, я бы сказала, все сообщество. Первое это недопустимость пересечения земельных участков ни на сантиметр, и причем неважно каких земельных участков. А может быть этот земельный участок под домом, признанным ветхим аварийным? А может быть это вообще ошибочный какой-то левый земельный участок, как попал неизвестно, как говорят в Росреестре, отскочил? Нельзя пересечь ни на сантиметр. Полное убожество нормы, простите меня. И следующая норма, с которой мы десяток лет боремся, но уже похоже вот-вот победим, уже есть, у меня уже есть надежда. Норма о недопустимости расположения земельного участка в нескольких территориальных зонах. Эта норма ставит крест на генеральном плане, на стратегии развития. Если говорить об Омске, более 10 тысяч гектаров в хорошем центральной части города. Это низкоэффективные бывшие производственные территории, которые должны работать на город. Они здесь, они в инфраструктуре городской, они одними лоскутами. Мы можем понять и дать, скажем так, ориентиры в генплане, функциональных зонах, поэтапного развития, преобразования последовательного развития этих территорий и предпринимателей не против, и они даже за, потому что это, конечно, все должно согласовываться, но жестокая норма, она сегодня существует, и с ней, конечно, отдельные способы есть, мы их ищем, ищем, и много даже нашли, на конкретных примерах наши специалисты покажут, каким образом можно выйти из положения, но вот я не сказала сегодня, я каждую конференцию говорю, как сказать, позицию института, проекты делаем строго в рамках действующего законодательства, находим пути дополняющие, лавирующие, но строго в действующем законодательстве, а вот на конференциях, на площадках научного сообщества, профессиональных площадках, мы категорически, даже очень часто, решительным образом, но выступаем за преобразование, за изменение действующего законодательства к лучшему. Правила благоустройства территорий, документ, на изначительный, то есть это документ, который мы можем наряду, вкупе, в едином комплексе, используя с правилами землепользования и застройки, вот когда этих документов два рядом и взаимно согласованы, мы можем обеспечить гармоничное развитие территории и заложить сюда в эти правила требования и вплоть до архитектурно-художественного облика и до стилевого единства. Мы можем здесь проработать подходы не типовые, а образцовые для каждого города индивидуально, поэтому тоже этой теме у нас прямо будет отдельная секция посвящена. И в итоге что мы получаем? К чему мы приходим? Мы формируем целевую, цифровую модель управления развитием территорий по направлениям. Каждый сектор образования, культура, здравоохранение, спорт. В центре мы сегодня это показатели, характеризующие развитие направления на сегодня. И дальше по радиусам поэтапно и у нас с вами в городе должен быть ну некий пульт управления и мы постоянно должны мониторить достижения каждой из целей, решения каждой задачи и оперативно принимать решения по внесению изменений в тактические решения. И это чрезвычайно важно. Для того, чтобы обеспечить вот такой мониторинг и целесообразную оперативность управления, можем ли мы это сделать в существующей парадигме действующих документов и документации? Мне каждый из чиновников ответит нет. Потому что вот приняли такие правила, в комиссию поступило, что-то там проговорили, внесли изменения, надо приводить в соответствие к правилам. Это как? Это давайте посчитаем сколько денег надо. Это мы в бюджете на следующий год попросим. Это мы объявим конкурс «А для скорости лучший аукцион». Чем дешевле, тем лучше. На экономим. Через полтора года привели один документ ко второму. Но в это время отклонились третий, пятый, шестой и седьмой документы. И это нескончаемо, невыполнимо, нереализуемо и никакого прорыва в принципе быть не может. Такой подход обречен на провал. Именно эту фразу я сказала в четверг в агентстве стратегических инициатив. И если и вот эту вещь создание цифровой целевой модели управления развитием территории в комплексный единый план сегодня вписали. Я не знаю, не уверена конечно, насколько нам удастся эту позицию удержать, но мы будем стараться. Ну, а это некоторое представление, как же с целевой моделью работать. Об этом более подробно вы услышите в пятницу. Я надеюсь, Алексей Дударев подробно изложит, покажет, как это работает, каким образом, уже внедрены отдельные решения, насколько у нас заложены перспективы для развития технологий, но каждому вопросу, каждому направлению соответствуют специально создаваемые автоматизированные рабочие места, заточенные именно под те цели, которые, под те задачи, вернее, которые необходимо решить для достижения определенной цели, и обеспечена работа с группами данных, с которыми работает этот специалист. Здесь технология, как бы подводящая итоги всей моей речи, от первого, почему мы и говорим, нельзя заниматься отдельно взятым генеральным планом, отдельно правилами землепользования и застройки, отдельно правилами благоустройства, должен создаваться единый комплекс. На первом этапе сразу для всех задач формируется база данных о современном состоянии, об использовании, о характеристиках, об ограничениях, о возможностях на платформе опорного плана жизнеустройства. На втором этапе проводится комплексная оценка, аналитика, мы тоже покажем современные технологии, мы будем представлять вам международный проект, который мы сделали в содружестве с пятью европейскими странами по применению данных дистанционного зондирования для прогнозирования, для аналитики городского развития. Третий этап это разработка последовательных решений и наполнения той целевой цифровой модели, о которой я говорила, от стратегии, нормативы, генеральный план, документация по планировке, правила землепользования и застройки, благоустройства, программы комплексного развития. И таким образом дальше идут управленческие процессы, мониторинг, постоянное внесение изменений в тактику. Модель системы управления проектами. Это уже внутренняя наша часть, которая, хотя не внутренняя, а это модель системы управления таким комплексным проектом. Мы всегда начинаем с устава проекта, прописывая детально ответственность нас, как института разработчика и нашего заказчика. Мы создаем для этого веб-портал. У заказчика ежедневный доступ к тому продукту, который мы производим. И здесь успех может быть гарантирован только при постоянном взаимодействии. Юлия Геннадьевна пришла, она знает, как Тюменская область через веб-портал нас контролирует и выжимает из нас все силы. Но зато получается достойный продукт. И последний слайд это еще одна моя гордость, радость, достижения, если хотите. По крайней мере, я так смело себя оцениваю. Буквально вчера мы забрали из типографии мою новую книгу, которая всем вам будет презентована на рецепшене, где-то, где у нас организаторы, можно подходить и брать эту новую книгу, в которой и изложен более подробно весь тот подход, о котором я вам сказала. Книга называется «От градостроительства к градоустройству» рецензента 2, академики Марк Яковлевич Вильнир и Владимир Яковлевич Любовный. Спасибо вам большое за внимание.